Налоговый вычет – это сумма, которую можно вычесть из налогооблагаемых доходов. Тогда НДФЛ придется платить не со всего заработка, а только с разницей между доходом и вычетом. А если налог уже уплачен, то можно его вернуть из бюджета. Чтобы получить налоговый вычет на квартиру, нужно предоставить декларацию 3НДФЛ и ряд документов, которые варьируются в зависимости от того, купили ли вы жилье за наличные или в ипотеку. Это зависит, как и у кого приобретал гражданин свое жилье. То есть, если это договор между двумя физическими лицами, то достаточно этого договора, где, как правило, указывается, что он является актом приема-передачи и выписку из ЕГРМ. В случае, если жилье приобреталось с использованием ипотечного кредита, то там более широкий будет перечень, то есть самый ипотечный договор, платежные документы банковские. Имущественный вычет за покупку квартиры ограничивается суммой в 2 миллиона рублей, по ипотечным процентам – 3 миллионами. Что касается учебы, то получить налоговый вычет можно за свое обучение и за обучение близких. Главное, чтобы у учебного заведения была лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Это должно быть прописано и в договоре. Налоговым вычетом на обучение могут воспользоваться как само физическое лицо, оплачивающее обучение за себя. В данном случае вычет не превышает 120 тысяч рублей. Также можно воспользоваться вычетом на обучение детей. Здесь допускается только очная форма обучения. Необходимо обратить внимание, что сюда входит не только получение высшего образования, но это также и различные курсы, автошколы. Чтобы получить налоговый вычет за лечение, нужно взять в медучреждении справку, в которой будет указан вид услуги. Если в справке стоит цифра 2, то это дорогостоящая услуга, налоговый вычет по которой не ограничен. Если цифра 1, то это простое лечение и сумма ограничена 120 тысячами рублей. То есть если проходит лечение, заключается с медицинским учреждением договор, то прикладывается этот договор, к нему чек контрольно-кассовой техники. Ну, могут быть разные варианты. То есть если человек едет, допустим, отдыхать, и в том числе у него в санатории предоставляются медицинские услуги, то там прикладывается вот эта сама путевка и справочка вот именно о сумме, которая в числе этой путевки уходит на лечение. Документы для получения налогового вычета можно подать несколькими способами. Представить лично в налоговую по месту прописки, через представителя с нотариально заверенной доверенностью, почтовым отправлением с описью вложения, через МФЦ, либо в электронном виде через сайт госуслуг, или через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.гов.ру. Подключиться к личному кабинету можно в любом налоговом органе, при наличии паспорта или самостоятельно, авторизироваться в сервисе с помощью подтвержденной учетной записи от портала госуслуг. Для отправки декларации 3НДФЛ необходимо сформировать электронную подпись в разделе «Профиль». Далее в разделе «Жизненные ситуации» выбираем «Подать декларацию 3НДФЛ». Выбираем налоговые вычеты и вводим данные. Прикрепляем сканы документов. Подписываем декларацию путем ввода пароля, который вы указали в самом начале, и отправляем. Формируем заявление на возврат и также подписываем с помощью пароля. И помним, что на проверку документов потребуется около трех месяцев. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.